Сегодня у судей Чигуночного района распачался разгляд криминальной справы у относенных до доверенных особов Светланы Тихановской. На лавце подсудных четыре человека, которых обвиняют в подрыхтовке до организации массовых беспорадков и захопа государственных органов на территории Гомеля. Судовое посадение открытое, оно проходит с выполнением суперэпидемических мер, обовязковой маски и дистанцирование. Ровно о полове 11-й годины начинается посаджение. С этого момента видеокамеры потребуют выключить. Как установил Следующий комитет для организации массовых беспорадков и захопа государственных органов, обвинуваченные шукали жадающихся род былых военнослужащих, супрацовников органов внутренних справ и Министерства по надзвичайных ситуациях. Как пропрацовать и подробно планировать свои деяния, обвинуваченные 5-го дня организовали встречу, на которой присутствовала у тем лику и сама Светлана Тихановская. Разом они обмерковали план по организации массовых беспорадков в областном центре, а так само захопу будинков администрации, выконкам, назначения замест керавников и старшин своих особ. Тихановская подтримала план и погодилася выдать гроши на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, мегафонов, раций, микрофонов и других предметов, призначенных для здяснения злочинства. Основных фигурантов затримали летость с 6 по 8 жюня. До материала справа так само додали видеозапись с встречи и выники экспертных доследований. Сгодно с заключением фоноскопической экспертизы, голосы на видеозапису належат обвинуваченным, экс-кандидату и ее доверенным особам. Фигурантам криминальной справы предъявлено обвинувачивание по 292 и 293 артикулах. Это подрыхтулка до захопу будинков и массовых беспорадков. По час судового посаджения стало вядомо, что обвинуваченные не только обмерковывали с Тихановской, как и где повинны проходить несанкционованные акции протесту, закликали грамадзян до сопротивления правооховникам, рыхтовалися до захопу выконкам администрации и отдела внутренних справ Гомеля, а ле изъявлялися одными со створальников деструктивных Ютуб и Телеграм-каналов. Там яны публиковали поведомления за лживой информацией о проведении президентских выборов. После огучивания обвинувачивания ни один из подсудных своей вины не признал. Завтра плануется допыт святков и самих фигурантов криминальной справы.